Проспект Ленина, 133. По этому адресу появился первый в области Центра общественной защиты ветеранов и детей войны. Руководитель региона Александр Пеклашенко уверен, скоро такие офисы откроются во всех районах края. Они еще помнят ужасы войны и безрадостное сиротское детство. Почти у каждого за плечами полвека трудового стажа. Сейчас в областной общественной организации по защите прав ветеранов детей войны около 10 тысяч человек. Главный вопрос, который волнует каждого из них – пенсия. Если заработали они в советское время до трех прожиточных минимум, сейчас получают один. И почти сравняли их с теми, кто работал и кто не работал. И вот эта вот обида приводит людей к нам. Офиса до сих пор у них не было, поэтому собирались где придется. И впервые после акции протеста, благодаря Александру Николаевичу Пеклушенко, мы получаем офис. А то мы, где мы только не были. Мы и на лавочках собрания проводили, и в парках, и на лестничных клетках. Это один миллиграмм в той большой и серьезной работе, которую мы, власть, должны делать по вопросу отношения к ветеранов. Что тут комментировать? Надо делать, и мы это будем делать. В каждом городе, в каждом районе Запорожской области будут такие центры, которые будут аккумулировать интересы ветеранов, которые будут лоббировать интересы ветеранов. А самое главное – создавать среду для общения. В Организации защиты прав ветеранов и детей войны собираются и дальше оказывать помощь всем, кто из них в этом нуждается. Уверены, в новом офисе сделать это будет проще. Со своей стороны руководитель региона пообещал, в течение полугода такие центры будут открыты в каждом районе области. Александр Пеклушенко считает, к этому процессу надо привлекать социально ответственный бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok